Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Слэйз Аспайр, и поехали пытаться что-нибудь кем-нибудь сделать. Я хочу все-таки увидеть финального босса, но не знаю, что получится. Реликвию я менять не хочу, потерять 8 очков здоровья ради двух карт, это может быть план. 100 золота, ну маловато, если 250 предлагали, тогда да. Случайную редкую карту, это тоже может быть план. Ну не, две бесцветные, находка и очищение. Ммм, это сжигает, это сама сжигается, но после апгрейда нет. А это после апгрейда 5 сжигает в руке. Ну, я могу сжигать проклятие в теории всякие. Может быть это план, может быть это не план. А мне нужно туда, обязательно. Я вот не знаю, если этого босса пропустить, в следующем акте тоже будет подсвеченный босс или нет. Не уверен. Не знаю, пойду сюда. Пойду сюда, сжигать мне сейчас абсолютно нечего. Две обороны. Удар. Стоп, я макс хп потерял, окей. Почему-то я думал, что там просто потерять 8 хп. Макс хп это не настолько хорошо. Ну ладно, неважно. Находка. Ну, вихрь за ноль это не очень хорошо. Это сжигает, видимо, барьер. Не знаю. Он не очень полезен в данной ситуации. Но остальные две карты как-то вообще так себе. Почему карта, которая дает карты за ноль, может дать карты, которые не могут быть за ноль? Которые тратят всю ману в любом случае. Это как-то неправильно. Также мне нужно было не так сделать, а проломить. А сейчас он еще и продамажит меня. Но, неважно, на следующем ходу добью. Я все равно с полным хп остаюсь. И я беру отточенный удар, потому что он хороший. Во, костолом за ноль. Это классно. Это почти полное убийство противника за один ход. Класс. Остальная волна, наверное. Да, явно. Ну, это все за ноль довольно мало смысла имеет. Но не знаю. Десять защиты. Это восемь урона. Я мог бы его убить, если бы я по-другому все отыграл. Ну ладно, я кину в него все равно. Уязвимость. Защиты мне хватает. На следующем ходу я в него еще что-нибудь кину. На точный удар восемнадцать. Ну и любая атака туда. Чтобы меньше дебафа получать. Окей, очищение мне не поможет. Две обороны мне частично помогут. А, ну в принципе, пофига, я его убил. Окей. Разрыв дает силу, когда я теряю очки здоровья из-за карт. Кровь за кровь с этим хорошо сочетается. Ну или нет. Она нехорошо сочетается. Она тоже получает баф от получения... От потери здоровья. Из-за карты или нет, неважно. Но это дамаговая карта, так что силы не очень полезны в этом плане. Не знаю, мне все третьи карты не нравятся, так что ничего не беру. Улучшить или получить? Ага, кузницу. Да, я получу особые реликвии, потому что это щипцы. Это апгрейд всех моих карт, по сути. Это очень классно. К сожалению, не апгрейд находки. Ну ладно. А, 12 за 0. Вполне. Ну, за 1 получается. То есть как бы то, что эта карта приходит за 0. Учитывая, что сама находка не за 0. Так что стоит учитывать, что эта карта за 1 на самом деле. Ну не знаю. За счет, когда сжигается карта, мне есть чем сжигать. Слегка. Пожалуй, я не буду пока что вспоминать. Я вместо этого выкую находку, чтобы она не сжигалась. С другой стороны, мне есть чем сжигать, но... Очень ситуационно. Не знаю. 3 слабости и уязвимости. Хороший план. А, будить его на этом ходу я не буду. На этом другое дело. Еще одна уязвимость. И нормальный дамаг. Защититься я не смогу, но 27 урона, по-моему, вполне неплохо. Ну и я мог бы защититься на 10, что, кстати, почти полностью меня защищает. Но я защищусь всего лишь на 5. Также я мог бы до этого отыграть. Забыть о боли. Потому что это талант. И сжигать всякие карты. Ладно, сейчас я отыграю все. Да, я получу немножко дамага от боли. Ну, все, что могу. Но зато защищусь. И у меня все-таки забыть о боли будет. Так что, если что, я смогу сжечь. Проклятие. Или не смогу, потому что оно не придет вместе. Вместе с тем, что его сжигает. Ладно, он почти мертв. Минус 1 силу, минус 1 ловкости. Неприятно, конечно. Но у меня достаточно дамаговые удары, чтобы это не играло особой роли. И торнадо. Я выбираю талант. Но у меня только один талант, так что это немножко печально. Надо было сначала здесь что-то взять. Потому что тут мог бы быть талант. Но тут его все равно нет. Ну и слабое место всегда хорошо. И вот здесь я вспомню. Или у меня есть что еще апгрейдить интересного? Это 5 карт сжигает. Это дает больше защиты. 4 всего лишь. Это очень сильно бафается. Ну не, на 1 за каждую карту. То есть это плюс 6 урона. Видимо, да. Если она за себя бафается. Или плюс 5, если она за себя не бафается. Так что это не настолько супер. Не, я вспомню. Теперь у меня есть кусок ключа. Сейчас у меня будет второй кусок ключа. И возможно сразу же третий. Макс хп у меня не бывает практически никогда. Так что... Окей. Забыть о боли. Отточенный удар. Ну не знаю. Находка все равно хочу отыграть. Сжигает все карты в руке. 7 урона за каждую. То есть это... У меня 4 карты в руке. Я получу... У меня проапгрейдилась эта хрень. Я получу... Получает сколько? 16 дефенса. И нанесу приличного урона. Я потеряю право мить, очищение. Ну не знаю. 28 дамага. 20 защита. Что-то я не так рассчитал. А, она сама сжигается. Вот что я не так рассчитал. Ну теперь он дамажит на 27. И с этим я мало что могу сделать. Кроме как получить. И снова на 27, чувак. Можно полегче? Ой, у меня теперь меньше ударов в колоде. Рип. Ладно, этого хватит, чтобы его убить. Но все равно... Разыгрываю 3 атаки за 1 ход. Я получаю силу. 3 кусок ключа. Взяли атаки. И... Еще остальная волна, наверное. Преобразовать. Ну боль просто в другое проклятие поменяется. Очищение, может быть. Ну вроде как я пытаюсь что-то в сожжение билдить. Не знаю, удар. Уражение. Не уверен. Не уверен, что это хорошо. Она, конечно, улучшается бесконечное количество раз. Но мне нечем ее... Ну... Этим. Ну не знаю. Все равно. Все равно так себе. Я могу почти полностью защититься. Или я могу полностью защититься и убить... Вожж. Тоже хороший план. Я так слабое место не отыграю. Ну ладно. Наход, когда есть что-нибудь ценное. Еще одно прожжение. Но это 12 за 1, по сути, будет. Я лучше возьму случайную атаку. Но сжигается и дает мне карту. Только если в руке... Только карта атаки. На этом ходу я это не смогу разыграть. Потому что у меня проклятие. Которое не атака. Во. Очищение, сжечь боль. Получить чуть дефенса этим. Получить... Чуть дефенса этим. Я почти защищаюсь. У меня как-то мало хп, но не знаю. Наверное норм. Сжигает все, кроме атака 16 урона. Но ему хватит. Металлизация всегда хорошо дополнительный дефенса. Но от боли я бы хотел избавиться. Я ее, конечно, могу иногда сжигать. Но как-то слишком иногда. Когда я успел получить поражение, кстати. А, я преобразовал что-то в него. Да, я наркоман. Ну, двойным спуском я могу нанести ударом немножко урона. Но это как-то так себе. Еще забыть о боли, но я недостаточно сжигаю всего. Ладно. Это больше всего смысл имеет. Хотя это все равно довольно мало смысла имеет. Сжигаю обе карты, чтобы получить дефенса. Потому что на следующем ходу я ее явно добью. Надо было находкой. Но пофиг. Сжигает случайную карту в руке. После апгрейда выбранную. Что намного лучше. Но даже так есть смысл. Метализация явно. Стальная волна и оборона. И этого все равно как-то не хватает. Ну хотя нет, почти хватает. Один не страшно. Шесть. Ладно. Во. Выбранную карту. У меня нет карт, которые я хотел бы сжечь в этой руке. Она хотела удар. Но хотя когда я сжигаю удар, у меня, блин, слабее становится. А точный удар надо было его не брать. Но опять же, зачем мне девять? Но хотя девять защиты, это как раз то, что мне нужно. Оборону сжигу. И получу силу. Вот сейчас мне нечем сжигать что-либо. Ненависть. Проклятие приходит только, когда у меня нет в руке карты, которая сжигает что-нибудь. Это сама сжигается. Ну блин. Опять же, я собираю билд в сожжение, но у меня нет реликов на это. То есть, как бы, какой смысл мне его собирать, если я никак не взаимодействую с этой механикой? Никакого. Мне нужно там ветку, которая при сжигании дает еще карты или еще что-нибудь такое. Потому что сейчас я просто сжигаю свои карты. В этом нет никакого смысла. Это ничего не делают, но брони немножко дает, но блин. Броню можно и другими способами получать. Я его сейчас не пробью. Я могу нанести 16. Этого почти хватает, но у меня нет маны, чтобы вторую атаку отыграть. Так что я выпью зелье и атаки. Получу костолома за ноль, видимо. И нанесу 48. Хороший план. Две энергии на этом ходу не очень помогают. Это лучше в плане дефенса, чем не отыгрывать. Ладно. Ну, забыть о боли лучшее из того, что предлагается. На этом ходу не поможет. Хотя я могу сделать так. Мне хватает защиты. Не знаю, наверное, не стоило. Наверное, стоило просто получить немножко урона. Удваивает защиту. Но у меня сейчас целых ноль защиты, так что это не важно. Это стоит один уже. Сейчас на этом ходу будет ноль, на следующих ноль или один. И 18 урона за ноль или за один, это вполне норм. 22 я, правда, не нанесу. Так что две остальных волны, чтобы защититься. И еще плюс сила. И сейчас у меня вся... Вся моя защита, когда он мне атакует. Рандом, я тебя тоже ненавижу. Да неужели? Ну, правда, с этим ходом я ничего не сделаю, потому что, блин, защиты у меня нет. Я могу получить 6 защиты так. Но я просто теряю... Ладно, пофиг. 6 защиты это не просто теряю. Да, норм. 3 урона всего лишь получил. К столам. Оборон, стальная волна, стальная волна, кровь. За одну силу получил. У него 16, так что я просто отыгрываю обе обороны. Ничего не делаю. Ну, хотя нет. Я делаю удар, потому что я получу как раз 3 брони от металлизации. К столам его не убьет и не свернет. Так что находка. Латы? Это половина его урона. Ну не, я и так выживаю, а на следующем ходу я его добью, скорее всего. Так что клинок. Кровь еще одна. 20 урона. Два удара. И у него 10 хп остается. И на следующем ходу я его добиваю, у меня остается 18. Охватка дает что-нибудь веселое. Кстати, раскол демона это что-то веселое. Но поздновато. Где-нибудь на первом ходу получать. Облик демона. Это хороший план. Отношение дает карта, сжигается. Или эксгумация возвращает сожженную. Наверное, эксгумация. Но опять же. У меня нет ничего, чтобы билдиться в сожжение. А, ящик пандоры. Отточенный удар, вихрь. Увеситый клинок. Опустошение. Две штуки. Это неплохо. В общем, у меня все сжигает. Но опять же, релика на сожжение у меня нет. Релика на ману у меня нет. Это второй акт. Так что, если здесь ничего интересного нет, то я просто перезапускаюсь. Потому что это более хороший вариант, чем доигрывать этот ран, в котором у меня ничего никак не совпадает. У меня есть забыть о боли на первом ходу. Зато это полезно. Это было не очень хорошо. Ладно. Дойду ли я вообще до этого магазина? Ну, двойной удар плюс что-нибудь роняет птицу. Проломить двойной удар. Потом можно еще красную пелену и поражением добить. А, не, нельзя. Она за один. Почему она за один? Какого хрена? А, вихрь роняет всех. Так что его. Он всего лишь одна карта, так что боли отыгрывается один раз. Чекает все, кроме атак, дает защиту. Мне бы наоборот. Урон наносить. А-а-а. Ну, ладно, достану. Эксгумация. Почему нет? 23, то есть я убиваю любого противника. Ну ладно. Убью того, кто больнее дамажит. Логично. Не знаю. Какая-то у меня абсолютно трешевая колода, особенно учитывая, что я поменял дефаутную и получил непонятно что. И здесь нет ничего, что отыгрывается с сжиганием. Так что так. И, видимо, это то, как надо играть в Слайзе Спайр. То есть доходить до первого босса, смотреть, что получилось. Если ничего не получилось к первому боссу, ну, после первого босса, то рестартить. Так я и получаю со старта всякие полезные вещи. Проклятие, две случайно бесцветные карты. Не, я преобразую один удар. Объятие тьмы. Беру одну карту, когда сжигается карта. Вот это вот в прошлом ранее не помешало бы. Видимо, я пытаюсь собрать билд в Сожжение в этом ранее. В этом видео. Но не знаю. Не уверен, что это такой же хороший план. Сейчас это абсолютно бесполезно, потому что у меня нет ничего, что сжигается. Или сжигает другие карты. Я собью с собой их броню. Почему слабость? Почему все еще слабость? Немность. Не надо. Микромышцами. Хотя, наверное, слабое место. Или как оно там было? Это норм. Еще раз преобразовать. Объятие тьмы. Да. Почему нет? Костоловым. Ну, кстати, неплохо. Убрать карту из колоды. Удар. Оборона. И два противника. Ну, один противник. Костоловым в первом акте очень хорош. Потом не знаю, что с ним делать. Но в первом акте он... Убивает. Че, из этого не хочу брать. Ох, 130 денег. Если у меня очень маленькая колода, то вот это вот хорошо. Я могу Костоловым делать карты за ноль. Если замысел приходит вместе с Костоловым. Ну, не знаю. Я удалю удар. И возьму арсенал. Наверное, правильнее было бы удалять броню и брать арсенал. Но ладно, не важно. Ну, этих чуваков почти убивает. И даже я кинуть не могу, чтобы добить. Ну, могу тянуть удар, чтобы добить. И две обороны, чтобы защититься. Неплохо вроде бы. Этого чувака добьет к столу. Когда он придет. Или стоп, он не сжигается? Нет, он не сжигается. Так что он может хотя бы... Может хоть на этом ходу прийти. Я улучшу оборону, чтобы не получать урон полностью в этом ходу. И буду бить второго. Во. Класс. Ну, это не очень ход. Ну, ладно. Урона не так много получаю. Кстати, у них сила. То есть, да, боссы, которые подсвечены на карте, они забафаны как-то. Это, по-моему, первый раз, когда я обратил внимание на то, как они забафаны. Не знаю. Возможно, у них какие-то другие бафы бывают. Возможно, нет. Не уверен. Фруктовый сок это классно. Остальное не очень. Лопата это довольно трешевый релик. Таран это хорошая карта. Так что его. Надо еще гирю. Трубку. В общем, надо все заполнить здесь. Не знаю. Улучшить костолом. Или не, улучшить арсенал, наверное. Или вспомнить. Если я сейчас иду на босса, то я бы даже улучшил костолом. Потому что арсенал мне в этом не поможет. А так я его двумя костоломами, в принципе, убиваю. И я могу сделать... Ну, не. Я могу сделать так. И тараном вернуть игру мышцами. На следующем ходу ее отыгрывать не такой уж хороший план. Так что не уверен. Вот сок стоит выпить. Это плюс 5 макс хп. Да, отыгрывать не буду. Ударю его два раза. И на следующем ходу у меня гарантированно приходит костолом. И его хватает. Окей. Хороший босс. В смысле, хороший бой с ним. Так, босс довольно плохой. За три атаки ловкость. Эээ. Так себя. Баррикада. Ну, не, не в этом ране. Ничего из этого в этом ране. Когда я получаю проклятие, мое макс хп увеличивается, это довольно трешевый вариант. Так что откажусь. Пойду на еще одного босса. У меня, в принципе, хорошая колода для боссов. В первом акте. Я вспомню, потому что улучшать мне ничего особо не надо. Ну, и улучшу арсенал. Потому что тут больше нечего делать. Блин, на первом ходу костолом это не очень хорошо. Потому что я бы хотел сначала применить право мити на следующем ходу костолом. Но не знаю. Буду использовать, что дают. Если костолом вернется на этом ходу, то я его добиваю. Не вернется. Имеет ли смысл обороняться? Не особо, правильно? Потому что 5 защиты, но я 13 получу. Лучше продамажить. И на следующем ходу я в любом случае добиваю. Ок. У элитных врагов. Ну, у всех врагов во время боя с элитными врагами. То есть у элитников и их миньонов. Это 100% меньше хп. Окей. Ничего из этого я не хочу брать. Я хочу колоду поменьше оставлять. Потому что так мне чаще приходят хорошие карты. Хочу ли я что-то ковать сейчас? Таран просто больше урона. Игру мышцами разве что. И кто босс, кстати? Опять страж. Когда-нибудь я встречу не стража. Потому что как-то, по-моему, в последних, наверное, 6-7 видео только страж. Ну, ладно. Вообще, не, у меня арсенал апгрейджный. Так что я выкопаю что-нибудь. Ядовитое яйцо улучшает добавляемые навыки. Класс. Сюда. Это все равно бой. Ну, ладно. Таран не отыгрался. Ну, допустим. Поставил он отыгрался на 63. Минус 3 силы, конечно, хорошо. И она уже апгрейджена. Но... Ну, вообще, да, пусть будет. 45 хп. Не, пофиг. Я выкопаю еще раз. Бронзовая чешуя не очень полезна. Ну, минус 3 силы. А, я наркоман. Карты за 0 меня сбивают. А это его... Разберет немножко. Я не получу 29. Так что, наверное, это хороший план. Но арсенал жалко. Не получается отыграть. Зато на этом ходу получится. И куча обороны. Костолом. Почему-то сейчас, а не на следующем ходу. На следующем ходу было бы значительно лучше. А сейчас было бы значительно лучше оборону какую-нибудь получить. Настолько, что я даже вот так сделаю. И получу арсенал. Оборону. Игру мышцами и таран. Да, как раз. А, верну игру мышцами. Как раз 10 он мне не пробивает. Хорошо. На этом ходу, ну... Карты вообще не те приходят. Ну ладно. Да, это атака, которая 5 на 4. В обычном режиме. Сейчас на 2 на 4. Потому что минус 3 силы. И это как-то вообще бессмысленно для него. А я оставлю... Я могу сейчас, конечно, отыграть к столу, нанести ему 42. И свернуть его этим. Но я могу точно так же сделать. Вот так. И вот так. Это, конечно, значительно меньше урона. Но зато на нем уязвимость на 3 хода. И на следующий ход я могу оставить оборону. Потому что на следующем ходу она мне пригодится. И посмотреть, что там будет. По столам там будет, естественно. Куда же без него. Ему обязательно приходить только в те ходы, когда я не могу ничего особо сделать. Ну ладно. Целых 3 оборонные игромышцами. Хороший ход. Пофиг, проявлю. Получу 5. Но зато на нем уязвимость будет. И зато теперь я его на 63 продамажу и сразу же сверну. Если мне еще раз к столам придет, то это добивает. Он сейчас, конечно же, не придет. Но это логично. Зато сейчас придут 2 удара. Один из которых оставит ему 1 хп. И он сам себя убьет. Шикарно. 5 урона я получил в итоге. Но это всего лишь 5 урона. Еще к столам. Но не. Одного вполне достаточно. Ничего из этого. И, видимо, корона. Потому что золото мне нравится. Хилиться в лагере хорошо. Но мне сейчас маны жутко не хватает. Мне всегда маны жутко не хватает. 3 маны это очень мало. Так что если дают ману. И я не беру ману. То это только по той причине, что эта мана меня убивает. Потому что она там, допустим, плюс 2 силы дает врагам. Или еще какое-нибудь такое говно. А так ману нужно брать. Мне, в принципе, не особо нужны костры, получается. Потому что апгрейдить мне сейчас особо нечего. Но мне не помешает магазин где-нибудь в середине. Вот здесь, может быть. Я бы предпочел позже, но позже нету. Так что вот так вот через 3 бое в магазин. Потом посмотрим. А без оружия на него не сработает. Так что просто 3 удара. Ну-ка столом на него, конечно, сработает. Ну, а что еще я могу сделать? Ничего. Только так. Защититься я все равно не могу полностью. Так и на этом ходу, в общем-то. Не, я не могу его убить на нем, артефакт. Ладно. Пусть будет. Абгрейд на игромышцами лучше, чем не Абгрейд на. Наверное. Обезоружить его очень сильно ослабляет. Оборона меня защитит. Игра мышцами проломить, чтобы навести уязвимость. И теперь к столу ему снести 2 трети хп. 3 четверти хп. Что-то типа того. И он мертв. Хорошо. Это мне не нужно. Это змеи цвет. Опять же, у него куча атак. Так что обезвреживание на него довольно хорошо работает. Провомить не надо было сначала игру мышцами, ну ладно. Ну и тогда не надо было игру мышцами вообще, потому что она ничего не делает. Если я ее сначала не отыграл. Ну, в общем, да. Тут все неплохо. Кроме того, что я не в том порядке отыграл карты. Но это бы ничего не изменило, потому что он бы все равно умер на втором ходу. 28 урона за 2. Но это примерно как к столу. Только чуть хуже. И эфирная. И дешевле. Ладно, возьму. Большие дамаговые карты. Это, в принципе, хорошо. Обезоружить рыцаря. И дамажит ведьму. Жрецу. Пофиг. Я не отыграю резню, так что она отвалится. Ну, я убью ее. Тоже хорошо. У него всего лишь 6 урона. У меня всего лишь 3 брони, потому что у меня хрупкость все еще какая-то сраная. Ну, ладно. Ладно, у него 9 урона было. Ладно, не важно. Он мертв. Так что пофиг, сколько у него там урона. Раскат грома, да, норм. И магазин. И что мне здесь предлагают? Здесь предлагают кучу всего зажигающего. Ну, не знаю. Наверное, на шаг впереди. Просто добор. И контроль колоды. Потому что все остальное как-то так себе. Это добавляет раны. Это сжигает. Это удваивает защиту, что не нужно. Это сжигает. Это сжигает. Точнее, дает баф, когда сжигается. Это дает, если у меня нет атак. Атаки у меня обычно есть. Так что на шаг впереди. И все. Или, может быть, убрать карту. Если убрать, то что? Просто оборона. Не оборона у меня и так мало. Я бы лучше, наоборот, взял что-нибудь защитное хорошее. Но не дают. Истоклопедия. Сейчас бы силу понизить. Потому что тут, опять же, в два раза понизится урон от этих минус трех сил. Но, видимо... Видимо, нет. Не на этом ходу, по крайней мере. Ну... Стаковую уязвимость. Стаковую раны у себя в колоде. 63 урона. 66 урона. А без оружия это минус половина дамага. А броня это меньше, чем минус треть дамага. Так что лучше так. На девять я все равно получу и три раны. Но с броней я бы все равно получил три раны. И в любом случае это заканчивает бой. Зачельный камень улучшает две случайные атаки. Эээ. Пофиг. Пофиг что. Избиения нет. У меня нет силы. Улучшать нечего. Отдыхать тоже бессмысленно. Так что копать. Уязвимость на всех врагов в начале боя. Теперь к столу на первом ходу значительно более эффективен. Не, я не буду терять все свое золото. Я хочу маску, во-первых. Во-вторых, на вас уязвимость, чуваки. Так что я наношу вам 42 урона. Так что минус медведь. А то он бесит своими дебафами. И плюс защита. И плюс защита. Две игры мышцами. Раскад грома, чтобы снова уязвимость. Это добивает. У них обоих по 10 урона. Но этот дебафает. Но его не добивает. Тогда ладно. Слабость. Ну ему хватит. Ок. Хороший бой. Красная маска. Хороший реликс. Бить с ног. Три слабости. Но нет. За два. Дорого. И не настолько много маны. Серьезно? Сраная груша. Зачем? Зачем она вообще существует в игре? Лучше, чем клубника, наверное. Но все равно. Ок. Я отыграю на шаг впереди. Получу резню. Дропну на следующий ход обороны. Потому что на этом она явно не нужна. Ну и вперед дамажить. Тридцать четыре. Тридцать четыре, пятнадцать и двенадцать. Этого хватит, чтобы его убить, правильно? Да. Идеально. Шесть урона всего лишь. Одной защиты хватает. Проломить, чтобы уязвимость. И на следующем ходу его чем-нибудь добью. Столомом. Явно. Зелье энергии. Это классно. Я выкину зелье от шипов, правильно? Не, артефакта. Когда я выкину зелье. Взяли яда. И не буду брать еще один. Раскат грома. Или как он там называется? Ок. Игра мышцами. Игра мышцами. 51 урона. То есть убивает птицу. Или может быть 51 урона. Плюс 22 урона. Плюс 18 урона. Это его почти убьет или убьет? А птица на этом ходу ничего не делает. Ириню я на следующий ход могу вернуть. 6 урона я в любом случае получаю. Его если что можно добить ядом. А, он сам себя добьет. Вообще хорошо. А сюда можно кинуть костолом. И удар. Хорошо. Двойной удар не хочу. Он хорош когда есть сила. У меня не очень есть сила. А тут релик? Не. Проклятие я стак не хочу. Меня вырубили. Драться. Вполне драться. Одного из них я могу просто ваншотнуть. Более живучего? Более живучего. Он еще и дебаф неприятный вешает. От второго я могу частично защититься. Но только частично. Что я могу проломить. И протаранить. И вернуть костолом. И на следующем ходу добить его. Хотя костолом там уже не нужен. Там обычный атач хватит. Обгрыжный. Окей. Тяжелый бой за множество наград. Я бы хотел его когда-нибудь доиграть и посмотреть. Но тут в любом случае все хорошо. Потому что во-первых у меня дамаговые карты. Во-вторых на них уязвимость. Так что один из них сразу мертв. А в третьих. Не знаю что в третьих. Так. Ну ладно. Я сброшу резню на следующий ход. Ваншот. Но этого чувака я мог бы отыграть игру мышцами. Да, лучше наверное отыграть игру мышцами ваншот на того, у кого больше хп. Мерезняет половина его оставшегося хп. Если перед этим еще и раскат грома отыграть. Это больше. Или проломить. Ну проломить на единичку всего лишь сильнее раскат грома. Так что раскат грома эффективнее. Да, и добить. Идеально. Пропадает только 15 защиты. Окей. Три защиты в следующем ходу за каждую потерю очков здоровья. Хорошо сочетается 100 золота. Остальная волна, да. Мне не хватает защиты. Но с другой стороны с моим ДПСом. Нужна ли мне эта защита? Не уверен. Я могу ваншотнуть крыску резней. Я могу сбить всю его броню резней и после этого дамажить его чем-то еще. Я дропну... Обезоружить на следующий ход. Не, я дропну проломить на следующий ход. Ну блин, не, и так, и так я ему... Печально. Печально. Стоп, это 12. Так, это 15. То есть это ему один раз сносит броню. Это ему второй раз... Надо было резню дропить на следующий ход. Не знаю. С другой стороны, по войне его хп снести тоже неплохо. Раскат грома, чтобы обновить уязвимость. Обезоружить, чтобы он дамажил свобя. Я не помню, кто из них дамажит по большему количеству ударов. Наверное, лучше так. Тараном вернуть резню. Не, на следующем ходу к столам, скорее всего. Так что раскат грома и вернуть его тараном. Ну, с другой стороны, тут так... Так мало хп, что... Какая разница, что мне приходит? 3 на 2 или 9. Но это... Если я убью крысу, то здесь будет больше, чем 3 на 2. Так что лучше он шокнуть этого чувака. И заблочить. Половину из 9. Даже почти все заблочит. Откуда у меня еще броня? А, 3 за каждую потерю здоровья, да. Ок. Этот бой сложнее, чем бой с двумя сраными... Гремлинами. Который был... Глизее. Какого хрена? Ковать все еще особо нечего. Лечиться тоже как-то не нужно. Так что еще релик. Мясо хилит, когда меньше половина хп. Ну... Если у меня будет меньше половина хп, то, наверное, в этом есть смысл. На шаг впереди. Ну, так себе на самом деле. Дробная оборона. Она сейчас явно не нужна. Тридцать два. Ну, пусть будет арсенал. Просто апнуть эти карты. И вернуть... Резню? Не уверен. Ну, пусть будет. Да, явно вернуть резню. Сорок два. Получаю много. Ну, не знаю. Меня заберут к столу, явно. И это плохо. Да. Может, к столу это как раз то, что я хотел бы здесь использовать. Но не знаю. Можно и так, наверное, пробить. Проблема в том, что я добью эту хрень, и мне придет к столу в руку. И что я с ним буду делать? Но также я эту хрень не добью на этом ходу, так что это не важно. Арсенал на следующий ход. Ну, с ней я могу ее добить. Я могу ее и не добивать. И получить на восемь больше. Ну, не знаю. Зато ловкость. Хрень. Сама себя добила вообще хорошо. Ну, правда, теперь у меня к столу и резня. Но я могу что-то одну из этого выложить на следующий ход. Резню. Игру мышцами забыл отыграть, но я наркоман. Мне можно. Ну, и оно мало что поменял бы. Как бы плюс четыре урона, когда я наношу сорок два. Это не такая уж большая разница. Вот он наносит сорок восемь, и это неприятно. И у меня сейчас, конечно же, мало обороны. Но я выживу. Что, я после этого буду делать? Это другой вопрос. Но выжить выживу. Двадцать. А сейчас я не особо выживу. Но хотя с обороны да. С трудом. Наверное, на шаг впереди. Ммм, раскат грома имеет смысл вставлять. Потому что если у меня сейчас к столу раскат грома, то это хорош. Хотя у него и так уязвимость. Ну ладно, в любом случае, это сорок восемь урона. Это еще одиннадцать. Это еще сколько-то. И на следующем ходу к столу приходит. Потому что он последняя карта. Окей, с трудом, но победил. Что я получу за это? Я получу за это жнеца, который хилит. Слабо хилит и за два. Так что не, откажусь. И я получу трешовые карты. Точнее, трешовые релики. Ладно. Не знаю, три удара улучшить и преобразовать. Обороны мне и так не хватает. Но третий удар и так улучшен. Два удара оборону. Игру мышцами неапгрейженную. Думаю, да. Так, что, что, что я получил? Подношение хорошо. Сожрать терпимо. Эволюция. Эээ. Надо что-то с ней сделать. Потому что она треш. Откуда у меня столько макс хп? Это 10. Не ясно. Откуда я еще 5? А, 5 еще раз бутылки, да. Тогда ясно. Магазин здесь. Магазин там. Мимо босса по правой стороне не пройти. Но в магазин рано я хочу. Ок. Это неприятный бой. Потому что у меня только атаки. А у них ответка. Не знаю, нафига мне столько брони. Но пусть будет. Ну еще плюс макс хп. И, видимо, подношение. 5 карт. Чуть-чуть не хватает 2 ваншота. Так что придется немножко получить урон. Ну или... Или нет. Или я завершу ход сейчас. Не, надо было тараном добить. Я бы получил единичку всего лишь. И мне на этом ходу было бы еще раз... А, правами... Не... К столу. Не правами. Не правами. У них 7 ответки. У меня к столу мы игра мышцами. И этого хватает. И я получу 2 всего лишь. Хорошо. Взяли защиты. Лучше, чем зелье яда. Еще обезоружить. Да, я возьму. Она сжигается. Так что она особо места в колоде не занимает. Но эффективно понижает урон многим врагам. Кто, кстати, финальный босс? А, этот чувак. Увелитель времени или что-то такое. Нехорошо. Учитывая, что они все трое защищаются, это очень плохо. Потому что они будут атаковать... На следующем ходу все трое. Ну, двое, потому что одного я сразу же убью. А второго я убью на следующем ходу. Хорошо. Или не убью. Не убью. Ладно. Получу урон. Ну, а что поделать? Добить этого чувака. Добить этого чувака. Давайте к столу. Меня. Он там. Резня тоже ок. Да, вполне. Гнев нет. Гнев это явно не то, что мне стоит использовать этот чувак. Этот чувак не очень хорош, но с другой стороны резня его... Пробивает на первом ходу. И на втором, возможно, тоже. Обезоруживает навсегда минус три силы. Тоже хорошо. Обезоруживает раскат грома резня. И он дамажит ноль на этом ходу. Со столом, и он дамажит очень мало на этом ходу. Обороны мне хватит. А вот здесь вот уже хуже. Потому что атак у меня нет, обороны у меня нет, нифига у меня нет. Ну ладно, обезоружить это немножко урона. Это... Эволюция бесит. Ну, видимо, так. И получать тридцать. Потому что приходят всякие эволюции вместо нормальных карт. Ну, сейчас я его почти полностью вырубаю, и... Все. Конец. Не, железная воля мне не нужна. Полный хил. Нет случайных боев. Четыре панциря в начале боя. Не знаю, ничего из этого мне не нравится. Я уберу эволюцию, потому что она просто ничего не делает в моем билде. Значит, она вообще почти ни в каком билде ничего не делает, потому что статусы... Очень немногие враги накладывают. И очень редко они... Они когда-то... Чем-то реально неприятным становятся. Там много вопросов? Три... Четыре... 150, чтобы избавиться от четырех боев? Почему нет? Пасть. Хм... Так, мне не надо кликать в соседний монитор. Вернуть на шаг впереди, может быть. Дважды обезоружить. Пятую буману. Чтоб дважды обезоружить, раз каторизня. Видимо, просто дважды обезоружить. И получить 19. Не зря выпил зря легену. Лучше его оставлять на тот момент, когда меня убивают. И я себя спасаю этими пятью хитпоинтами. Ну, не знаю. Также я зря взял сожрать, видимо, потому что оно как-то не отыгрывается. У меня слишком много урона, так что я не оставляю противнику столько хп, со скольких его можно сожрать. Ну, ладно. Целых пять дефенс, но фидеть вообще. Ну, зато у меня будет работать мясо, потому что меньше половины хп. Ненависть. Надо было арсенал. Столько защиты. Пофиг, отыграю подношение. Да, я получу еще урон, но мясо есть. А так я могу отыграть арсенал. Я, во-первых, избавлюсь от этого подношения, так что он не будет больше приходить и бесить. Его я тоже взял. Ну, хотя у меня иногда бывают ситуации, когда мана не хватает. Ну, и просто удар. В общем, не знаю. Надо было оставаться там с десятью картами в колоде. Сожрать двенадцать урона. На нем нет уязвимости. Сожрать шестнадцать урона. На нем есть уязвимость. И плюс макс хп. Отлично. Древняя зелья. Нет, двойной удар мне явно не нужен. Тут. Двести двадцать два золота. Я не против. Тут. Убрать карту из колоды. Ну, видимо, сожрать, потому что, опять же, она слишком редко отыгрывается. Вот сюда надо было сожрать. Ну, ладно, сюда можно подношение. Она тоже редко. И тоже мало чем помогает. А это полный отхил. И плюс макс хп. Ок. В последнем сундуке? Серьезно. Почему матрешка вообще в третьем акте может спавниться? Тут в игре нет столько сундуков, чтобы она что-то полезное сделала. То есть, это абсолютно бессмысленный релик. Пока есть уязвимость. Я отыграю к столу по чуваку, который ответку дает. Отыграю резню по чуваку, который взрывается. И верну резню, потому что она за два. То есть, я могу резню и добить, и еще что-то отыграть. Если бы у меня было что отыгрывать, было бы неплохо. Хорошая рука. Всего лишь пять головокружений. Если бы они стакали половину в добор, половину в сброс, тогда было бы немножко адекватнее. Но все равно... Все равно слишком массово. А вот что, корпусом уже не помогает? Копировать карту. Но что я хочу копировать? Ко столом, чтобы в два раза чаще приходил? Видимо, да. Класс. Раскат грома. Еще бы какую АУЕшку. Не знаю, возьму две карты. Ко столом это половина хп босса. Так что, наверное, его стоит отыграть. Я дробную оборону. Не, я дробную арсенал. Я отыграю ко столом в босса. А, не, у меня нет маны. Мне казалось, у меня еще единичка останется, чтобы стальную волну отыграть. Ну ладно, получу двенадцать. Не страшно, у меня все равно сто хп остается. А сейчас ко столом плюс любая атака добивают эту хрень. Но у меня нет другой атаки. Какого хрена? Ладно, пофиг. Я все равно могу что-то с этим сделать. Ребзелеманы? Ну, это поздновато опять же. Я огромную кучу карт пропустил. Сейчас мне дают хрень, которая позволяет мне за пропуск карт получать бонус. Но лата я возьму, у меня защиты не хватает. А лата норм защита. Две силы мне и одну силу всем врагам в начале хода. То есть каждый ход бафает и меня, и врагов. Это интересный релик. Но думаю, откажусь. Удалять особо нечего. Мне как бы все более-менее нужно. Таран. Ну нет, таран тоже полезен. Ари Халк. Чуть-чуть смысла имеет. Он лучше, чем обычная оборона. Можно взять Ари Халк и удалить обычную оборону. Две силы, опять же, не очень много смысла имеет, потому что у меня от силы не очень хорошо все скейлится. Так что и Сера тоже в этом билде не особо. Я возьму ерунду и удалю оборону. Вот что я сделаю. Дальше магазинов нет. Но больше нечего брать. Ладно, пусть будет Ари Халк. Отросток шпиля. Ну, уже чуть больше половины отростка шпиля. Ну, не знаю. Обезоружить и Ари Халк даст мне 6. Так что я защищаюсь от 9, по сути. То есть получаю 3 вместо 12. Ну, 3 из 12. Не вместо. На этом ходу я получу 13. Потому что я очень хочу право митери из него отыграть. Так что защищаться остается нечем. Но так я его на следующем ходу добью к столу, который скорее всего придет. Потому что у меня 6 карт. Одна из... Одна из них к столу, и придут мне 5. И да, вторая из них ерунда. Так что, если мне приходит ерунда, я отыгрываю ее. И мне приходит к столу. Так что, в любом случае, он бы пришел. Хорошо. Ковать нечего. Отдыхать незачем. Так что еще релик. Вовремя. И у этого босса 456 хитпоинтов. Что не очень хорошо сочетается с моими картами. Я бы хотел понизить его силу, но нет. Я бы так же хотел убивать его. То есть, как бы, у меня колода, которая имеет довольно много урона. Ну, довольно мало защиты. Так что всех обычных врагов я просто убиваю до того, как они успевают мне что-либо сделать. У этого чувака достаточно хитпоинтов, что он успеет мне что-нибудь сделать. Ненависть. Ну, ладно. Еще 63. Ну, или, может быть, нет, потому что я ему уже треть снес. Обезоруживать, конечно, хотелось бы его. Ладно, пофиг обезоружить. Остальная волна. Нерезня. И на следующий ход у меня три карты. Мне нужно отыграть три карты. Так что если к столу приходит, но он, скорее всего, не приходит. Потому что тут его нет. В общем, я мало что делаю, если он приходит. Лучше я обезоруживаю. Отыгрую на шаг впереди. Дропаю латы. И все равно отыгрую к столу. Класс. Ну. Тут я играю все. Потому что надо защищаться. Видимо, я дропаю резню, что она... Не, я не дропаю резню, я играю провомить резню. И не играю к столу на этом ходу. Потому что уязвимость... Уязвимость полезна. А к столу у меня еще один где-то должен быть. Нет? Ну. Вот, например. Ран. Ну вот, он похилился. Два к столу. Шикарно. На шаг впереди. Дропнуть латы. Две карты на этом ходу. Ну, как раз. У него уже в плюсе сила. У меня есть латы. У меня есть игра мышцами. Раскат грома. И резня на 36. У меня также есть слабость, так что я его нифига не дамажу. Ну ладно. 9 на 3. Нехорошо. Ладно. Ну не, он все на 4 пробел. Так что на самом деле норм. На шаг впереди. Рип резня. Ну или нет, не рип. Потому что я как раз резню дропну. Блин, нет, так у меня не получится по картам. Ну у меня в любом случае не получится по картам. Ну ладно. На следующем ходу будет все очень неприятно, потому что одна карта. Ну, блин. Он меня убьет, если я отыграю не ерунду. Потому что он забафается еще на 2 силы. И у него будет 33. Не, он меня не убьет, он мне оставит 3 хитпоинта. Так что ерунда. Рип резня. Ну хотя бы у меня 14 хитпоинтов. Могу ли я его убить? По-моему нет. Или могу? Нет. Могу. Он себя убьет первым ударом. Отлично. Если бы это было одним ударом на весь этот урон, то я бы не мог его убить. Он бы меня убил. Шикарно. Ну. Поехали смотреть четвертый акт. Не знаю, что там. Не знаю, насколько этот билд подходит. Видимо, этот билд не очень подходит против живучих боссов. Ну не знаю. Сердце шпиля. Я заношу свой клинок. Сердце все еще бьется. Вы почти теряете сознание. Неожиданная вспышка энергии откуда-то изнутри вырывает вас из сна. Сердце сбегает наверх. Вы обнаруживаете, что она закрывала с собой огромную дверь. Ок. Финальный акт. Костер. Магазин. Мини-босс. Босс. То есть между мини-боссом и боссом мне похилиться не дадут. Это печально. И магазин здесь все-таки есть. Так что то, что я потратил все деньги, это тоже немножко печально. И на костре мне делать абсолютно нечего. Потому что карты у меня опять же все апгрейджены, которые надо. Так что, видимо, копать и получить еще один бессмысленный релик. Ну или не бессмысленный. Обезоружить. Четыре случайных атаки и стопки добора в руку. Ну нет, так себе. Тут как-то все так себе. Зелье энергии куплю. Зелье атаки. И поехали. Два чувака с разных сторон. Щит шпиля, копье шпиля. Удар в спину. Наносит больше урона, когда он атакует со спины. Так, как он атакует со спины. У этого три на два. Ну с этим я могу что-то сделать. Один на два. А потому что слабость. Да, ясно. У них был артефакт, видимо, потому что уязвимость не наложилась. Ну ладно. Два урона не страшно, правильно? И мне кажется, этого убивать больше смысла, потому что он... Со спины это тот, кого я не атакую. Интересно. Интересная механика. То есть мне нужно атаковать того, кто... Кто меня бьет. По крайней мере, того, кто меня больнее бьет. Это было бы 30 урона. Вау. Где... Костоломы там всякие, дамаг весь. Он весь придет в последний ход? Он весь придет в последний ход. Обожаю рандом в этой игре. А, ну или так. Но сейчас я его не хочу отыгрывать. И развернуться я тоже не могу. Разве что атакой. Наверное, имеет смысл. Если на противник наложена уязвимость, то я получаю энергию и беру карту. Ну, в принципе, они одинаково дамажут, так что какая разница? Ах, репризня. Не, не репризня. Почти реп, чувак. Как-то у него много хп. Ладно, совсем реп, чувак. Удар в спину больше не действует. Ну и тараном вернуть. И к столу на следующий ход его еще продамажить. Раскад грома к столу. Раскад грома ногой впрошь, я к столу. Игра мышцами перед всем этим. Класс. Ожог. Ну, я выхожу из этого боя с полным хп. Чё? А, стоп. У меня же сгорело... Не, у меня не сгорело резня, я наркоман, я отыграл в зале. Да, ладно. Если не разыгрывать атаки, я получаю... Не, это не очень хорошо. Огненный барьер. Я думаю, возьму. Это хорошая защитная карта. Ну ладно. Поехали, сердце. 300 чего? Может лишиться только 300 очков здоровья в этом ходу. Окей, то есть ваншотнуть его за один ход нельзя. И она дебафает. Как-то сильно. У меня есть артефакт. Не знаю, что там за дебаф, но у меня есть артефакт. И у него что? Я получаю единичку урона, когда разыграю карту. Неприятно. Неприятно. Блин, эти бы две вместе. Не знаю. Защиту я не так уж часто получаю. Лучше, наверное, металлизация. Обезоружить. Резня. И удар. Слабость, хрупкость. Видимо, там еще уязвимость была. И все статусы, какие есть. Бездна, ожог, голоукружение. Что там еще было? Слизь, рана. 0 на 12? То есть там что-то типа 1, 2 или 3 на 12? Но он сейчас себе нанесет 3 на 12. Так что я за. Мне даже отыгрывать ничего не нужно. Бездна, зажигается. Голоукружение, зажигается. Пас. 37. Это хуже. Это сильно хуже. На прошлом бы ходу огненный барьер. Стоп. Может лишиться только 264 в этом ходу? А, это засчиталось то, что он себе нанес. Ясно. Ясно. Мне бы как-то защититься. Но, видимо, я не отыгрываю костолом. И вместо этого отыгрываю все остальное. Он бафается. Оно, наверное, все-таки. Но все же. Я сожгу слизь. И отыграю костолом. Плюс 8 силы. Ни хрена себе. Теперь я не хочу получить эти там 12 раз по по единичке. Потому что это теперь будет 12 раз по 9. Если оно было по единичке. Ну не. На самом деле у него плюс 2 всего лишь. Так что это будет не настолько много, но все равно как-то нехорошо. Что я могу достать? Игру мышцами или... Ну, видимо, игру мышцами. 4 на 12. То есть по дефолту это 2 на 12. Но костолом мне не поможет сейчас. Явно. 4 на 12 я переживаю. Слегка. Но у него все еще большая часть его хп есть. 118 брони на этом ходу. Но сердце не атакует на этом ходу. Так что какая разница? У меня 38 хп уже. 6 на 12. У меня есть огненный барьер, призрачный удар и... Точнее, призрачные латы. И оборона. Так что я защиту неплохо получу. И буду отражать по 9. На каждый его удар. То есть это больше сотни. Но я сам-то выживу. Чуть-чуть, нет? Да. Совсем чуть-чуть. С одним хп. И этот ход я уже не переживаю. Потому что как-то 44. Какого хрена? Стоп, я теряю... Не, я получаю 2 урона. То есть в броню это идет. То есть я не сразу умираю, как только разыгрываю любую карту. Ну это, конечно, хорошая информация. Но я сразу умираю, как только я нажму завершить ход. Потому что... 44 брони я не наберу. У меня столько нету в колоде. В принципе. Вроде бы. 36. 39. Я еще и по 2 получаю каждый раз, когда я что-либо отыгрываю. Так что моя оборона, которая дает 5, на самом деле дает 3. Класс. Всегда мечтал. Ну ладно, рип. Я ничего не могу с этим сделать. Ни в каком варианте. Ну, что я могу сказать? Это босс, против которого нужны конкретные колоды? То есть это даже не так же, как, допустим, вот этот вот повелитель времени, или как он там называется? Постоянно сбываю. Пожиратель времени? Повелитель времени? Не знаю, как-то так. Но он контрит конкретные колоды. То есть если я играю в колоду с кучей карт за ноль, которая там постоянно добор, то он ее контрит. Но все остальные колоды его убивают. Тут, по-моему, ситуация обратная, что тут, не знаю, 2-3 конкретных колоды, которые убивают сердце, и все остальные колоды тут ничего не делают и дохнут. Так что как-то выглядит, как совершенно ужасный босс. Но не знаю. Посмотрим. Но, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.